Ученые в системе внутренних дел раскрывают секреты. В экспертно-криминалистическом центре УМВД сегодня многолюдно. На акцию «Полиция в лицах» в гости к офицерам пришли старшеклассники 29-й средней школы, чтобы постичь азы профессии и, возможно, избрать криминалистику в качестве жизненной стези. Для них полицейские подготовили экскурсию, показали свои кабинеты, дали несколько важных уроков. Например, рассказали, как не попасться на уловки фальшивомонетчиков. Вот в этом месте идет микроперфорация. Так вот ее просто не видно. Если посмотреть на просвет, там заметно маленькие-маленькие дырочки в виде номинала купюры. Вот здесь, например, 100 рублей написано. В этом кабинете с помощью специальной компьютерной программы составляют фоторобот-преступника. Такое школьники раньше видели только в кино про бандитов. Винчестер, автомат Калашникова, пистолет Токарева. Ребятам показали основные виды оружия и рассказали, в чем их особенности. Пули сравнили с отпечатками пальцев. Настолько нарезы от ствола индивидуальны. Многие виды огнестрельного школьники знают по художественной литературе или документальным фильмам. Это, например, винтовка Мосина. Если проехать по ней танком, если ее засунуть в грязь, если ее там еще что-то снизить, с ней ничего не будет, она будет сразу же стрелять. Она, как и все наше вооружение, она очень неприхотливая для своей дальнейшей работы. В экспертно-криминалистический центр привозят улики со всего города после любого преступления, будь то украденный в подворотник кошелек или кровавое убийство. Работа здесь не прекращается. Например, этот хроматограф исследует химические вещества, в 90% случаев наркотики. Но бывает определяет горюче-смазочные материалы и лакокрасочное покрытие. Когда происходит взлом, у злодеев изымается какой-нибудь ломик, на фомке обнаружена краска. Краска такого же цвета, краска такого же цвета, а крашен, например, сейф, который взламывали. И опять же устанавливается идентификация. Работа эксперта-криминалиста подойдет не каждому, рассказывают офицеры. Нужно быть человеком усидчивым, трудолюбивым, с крепкими нервами. Справляются не все. В этом году к нам обращалось порядка, наверное, 50 выпускников различных высших учебных учреждений города Иваново, других регионов. После углубленного собеседования и небольшого экскурсионного тура, если так можно выразиться, из них осталось, наверное, человек 5-6, которые сейчас у нас внесены в резерв кадров. Работа человек, так же, как его образование, должен подбирать чисто под свой характер. Потому что очень многие девушки, очень многие мужчины отличаются строгостью, жесткостью в характере, что подходит именно для этой профессии. Те же, кто не может воспринимать жизнь со всех ее сторон, те идут на профессии, которые не касаются обострения проблем социальных. Пока школьники не понимают, что работать в полиции иногда приходится сверхурочно. Регулярно бывают дежурства. Я буду выбирать работу, исходя из удобного графика, большой зарплаты и трудовых затрат. В полиции работа такая? Да. Тем не менее, плюсов больше, чем минусов. В числе основных – постоянное самосовершенствование, возможность развиваться в научных направлениях. В экспертно-криминалистическом центре проводят множество экспертиз и в ближайшее время планируют спектр исследований расширять. Хотят открыть лабораторию ДНК-анализа. Готовимся мы к открытию нового для региона направления. Это производство радиотехнических экспертиз, исследования различных устройств, шума, звука, цифровых и так далее. Судебно-экономическая экспертиза начиналась с бухгалтерской экспертизы, открытой у нас с 2003 года. В настоящий момент проводим мероприятие по открытию финансово-аналитической экспертизы. Структура правонарушений меняется, становится все больше экономических преступлений. Современные злоумышленники умные и хитрые, а полицейские должны быть еще умнее и хитрее. Поэтому набирать в центр будут только лучших из лучших настоящих профессионалов. Все, кто проверку пройдет и наденет погоны, никогда не пожалеют, уверены полицейские. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.